Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 5 октября. Житие преподобного Матфея Печерского. Не именем только был подобен Блаженный Отец наш, Матфей Печерский, первому из апостолов, евангелисту, но и как тому надо было видеть Эфиопскую землю и обличать неверие жителей ее, Так и этот Блаженный, иночествой в Печерском монастыре, в одни святых первоначальников этой обители, за великие свои подвиги удостоился получить от Бога такое дарование, что ясно мог зреть лица подземных эфиопов, бесов, обличать их и открывать на пользу спасающимся тайные козни их. 6. Блаженный старец Матфей стоял однажды в церкви на своем месте. Подняв взор свой, он взглянул на братью, которая стояла на обоих клеросах и пела. 7. Не видел он беса в образе воина, который обходил братью. На воскрыльях одежды его были липкие цветы. Вынимая цветок, он бросал его на какого-либо из поющих. 8. Тот брат, к коему приставал цветок, постояв немного времени, позволял уму своему поддать все слабости и, измыслив себе какую-либо причину, выходил из церкви, отправлялся в келью и предавался сну, уже не возвращаясь в храм на пение. 9. Если же цветок, брошенный дьяволом, не приставал к одежде инока, то такой инок бодро выстаивал всю утренню до конца и тогда лишь шел в свою келью. 10. Старец рассказал братьям о видении своем, и тогда все стали остерегаться выходить из церкви. 11. Блаженный старец имел обыкновение по окончании утренней, когда братья расходились по своим кельям, последним выходить из церкви. 12. Однажды, выйдя так из церкви, он сел под церковным билом, желая немного отдохнуть, ибо келья его была далеко от церкви. 13. И вот видит он, как бы большую толпу, направляющуюся от монастырских ворот. 14. Подняв свой взор, он увидал беса, с гордостью восседавшего на свинье, а около него множество бесов, сопровождающих его. 15. Старец спросил их, куда идете вы? 16. За Михаилом Табалковичем, отвечал бес, сидевший на свинье. 17. А знаменовав себя крестным знаменем, старец отправился в свою келью. 18. Когда же стало светать, святой уразумел смысл бывшего ему видения и сказал своему ученику, иди и спроси, в келье ли Михаил. 19. Тот отправился, и ему сказали, что Михаил сегодня после утренней вышел за ограду монастырскую. 20. Тогда старец рассказал о видении игумена и старшей братии. 21. Игумен, призвав брата, стал расспрашивать его, и, вразумив его назиданием, отпустил келью. 22. Прозорливый отец Матфей и другие братья поучал с любовью и советовал им сидеть в кельях, воспоминая постоянно о Боге и молясь о прощении грехов. 23. При преподобном Матфее представился блаженный игумен Феодосий. 24. После него игуменом был Стефан, а по Стефане Никон. 25. При этом игумене случилось блаженному Матфею увидеть такое видение. 25. Однажды, стоя на утренней, он поднял глаза свои желания увидеть игумена блаженного Никона, но увидел, что на игуменском месте стоит осел. 26. Тогда Матфей понял, что Никон не пришел к утренне. 27. Старец рассказал о видении своем. Тогда игумен понял, что видение это было ему в назидание и горько каялся. 28. С тех пор, оставляя не только леность, но и всякое монастырское неотложное дело, он старался поставить себе за обычай прежде всех приходить в церковь. 29. Таким образом, видение это заставило его еще более стремиться к блаженству. 30. Также и много других видений было этому блаженному старцу, и он рассказывал их на пользу братьев. 31. Достигнув глубокой старости, он опочил в Господе в добром исповедании в 1088 году. 31. Честные мощи его лежат нетленно в пещере со святыми отцами, а сам он молится за нас, предстоя перед престолом владыки. 32. Да избавимся от вражеских наветов и получим вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашим. 33. Ему же слава со Отцом и Святым Духом. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. 34. Приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. 35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова